Подводный мир исследован лишь на несколько десятков процентов, из-за чего совсем неудивительны встречи новых видов существ. С вами, как всегда, канал ТОП ФАКС, и сегодня я покажу вам самые удивительные находки ученых в Марианской впадине. В конце видео не забудьте оценить его лайком или дизлайком и подумать над подпиской на канал. Желаю приятного просмотра, ну и, конечно же, погнали! Группа ученых обнаружила новый морской вид, который обитает на глубине более 8000 метров. Марианская рыба-улитка живет в Марианском жёлобе в южной части Тихого океана. По словам экспертов из Вашингтонского университета, это полупрозрачная и бесцветная рыба. Эксперты указали, что в глубоких водах эти существа сгруппированы и питаются мелкими ракообразными и креветками. Однако мало что известно о том, как они могут там выживать, в принципе, поскольку давление на таких глубинах просто колоссально. Фотографии и видео из Марианской впадины всегда удивляли многих людей. Но одно фото, которое вы сейчас увидите, буквально переплюнуло остальные в несколько раз. Многие сравнивают его с чем-то феноменальным, с чем-то мистическим, но авторы фото утверждают, что оно реально. Якобы группа исследователей опустилась на большую глубину и обнаружила там подобного монстра. Мне он напоминает Ктулху или иного мистического жителя глубин. Как думаете, это фейк или люди реально встретили впервые подобное существо вживую? В подводном мире обитает множество необычных существ, от которых матушка природа просто поиздевалась и наделила их очень грозным и страшным видом. И вот вам один такой представитель. Черная рыба-дракон. Некоторые называют ее индикант. С греческого языка переводится как раздельно колючий. Обитает эта рыба-монстр в теплых водах Мирового океана. Предпочитает находиться на глубине 500-2000 метров. А выглядит так, что спокойно бы заняла первое место среди самых отвратительных тварей подводного мира. Тело рыбы похоже на тело обычного угря, чешуя отсутствует напрочь. Такое строение дает преимущество рыбы перед крупными представителями в поисках добычи, потому что свободно проникает в узкие расщельные. Морской черт или удильщик – хищная рыба из отряда удильщикообразных. Своё имя получило запугающий внешний вид. Морских чертей относят к циротевидным рыбам. Этих рыб отличает, в первую очередь, образ жизни. Они живут на глубине, где большинство известных морских обитателей просто не в состоянии выжить из-за огромного давления. Эта глубина может достигать 5000 метров, что осложняет исследование этих рыб. Часто кожа этих существ покрыта, естественно, образованными бляшками и наростами, а ещё у них имеется характерный отросток на лбу – удочка. С её помощью удильщики ловят рыбу, которая принимает отросток за добычу, поэтому и подплывает к этому хищнику. А это медуза бентокадон. Обычно этот вид медузы обитает на глубине в один километр, но также предпочитает находиться и у самого дна. Вообще, бентокадон красного цвета, а его ножки помогают ему передвигаться сквозь воду. Питается он ракообразными и одноклеточными организмами, а ещё в его рацион входит большое количество биолюминесцента. Некоторые учёные считают, что эта медуза способна светиться в темноте после приёма пищи, но не очень долго. Рыба-топор обитает в глубинах трёх наиболее тёплых океанах Земли, за исключением северного ледовитого. Средняя глубина, на которой эта рыбка живёт – 600 метров, но их легко можно встретить на глубине в 3 или даже 4 километра. Самая минимальная глубина, на которую она попадалась на глаза учёных – это были 50 метров, ну а, пожалуй, исключение из правил. Разумеется, на такой глубине изучать такое чудо просто проблематично. Она обитает в мутных тропических водах, и у неё есть такая особенность, что у неё есть зелёное свечение. Таким образом, они спасаются от хищников – это своеобразная маскировка и отпугивающее оружие. Такой феномен в науке называется биолюминесценция. Из школьного курса по биологии многие из нас выяснили, что одноклеточные амёбы и их родственники – это организмы маленькие, без микроскопа таких хорошо не рассмотришь. Но у Марианской впадины есть свои законы. В ней обитают просто гигантские ядовитые амёбы. И хотя они одноклеточные, большими они стали именно благодаря холодной температуре, высокому давлению и недостатку солнечного света. Именно эти параметры стали причиной кошмарных размеров амёбы. Кроме того, они обладают иммунитетом ко многим элементам и химическим веществам, которые убили бы большую часть видов на Земле. Поглощая минералы и частицы из воды, ксенофеофоры развили иммунитет даже к урану, ртути, свинцу и многим другим весьма вредным веществам. Однажды эти амёбы были обнаружены на глубине в 10,6 километров. Но никто не удивится, если однажды их найдут ещё глубже. А это плащеносная акула. На первый взгляд сложно породнить эту сосиску с кровожадными хищницами Большого моря. Но не судите книгу по обложке, а нашу героиню по внешности. Эта штука убивала ещё тогда, когда по Земле бродили динозавры. Самые ранние останки плащеносной акулы датируются миловым периодом. Это делает её одним из самых древних существ на нашей планете, и самой древней акулой в частности. Для того, чтобы и рыбку съесть, и на камень наткнуться, плащеносная акула, в отличие от большинства своих родственниц, не утратила внешнюю боковую линию. Орган чувств, улавливающий малейшие движения в воде. С помощью него она обитала на глубине в 700 метров. Теперь я покажу вам акулу-гоблина. Живое ископаемое. Впервые акулу-гоблина выловили чуть более 100 лет назад у берегов Японии. До этого случая акула считалась вымершей. Останки, которые находили учёные, свидетельствуют о том, что эти создания жили 125 миллионов лет назад. А челюсть у этой акулы вовсе очень специфическая. Она имеет свойство выходить из пазов, как бы затягивая жертву в пасть. Крупнейшая известная особь достигала длины в 3,8 метра и весила более 200 килограмм. Всего акул-гоблинов поймали около 200 штук. Адский вампир или адский кальмар-вампир, о котором сейчас пойдёт речь, является единственным известным науке головоногим моллюском, который проживает в умеренных и тропических водах Мирового океана за пределами зоны проникновения света на глубине 500-1000 метров. Это границы миров, где взгляд вниз обнаружит лишь бесконечную тьму, а взгляд вверх – тусклое тёмно-синее свечение далёкого-далёкого неба. Животинка является детритофагом, но не кидайте палки, сейчас я вам всё поясню. Это сложное слово означает то, что питается вампир разлагающимся биологическим материалом. Попросту говоря, гнилью, что падает сверху. Океан ведь тоже нужно кому-то убирать. Ещё один противный представитель глубин Марианской впадины – это зомби-червяк. Черви-зомби за миллионы лет научились не брезговать никакой пищей. Известный пример – когда они съедали брошенную за борт мёртвую корову. Их внешность действительно необычна. Червь больше напоминает растение, которое произрастает прямо из костей мёртвых животных. На конце этого червя ведвятся щупальца, посредством которых он дышит, а у корней есть небольшой вырост, в котором живут бактерии-симбионты. А от этого мешочка вглубь падали растут корнеподобные отростки. В общем, всё это похоже на лук, который растёт на трупах на глубине в 3000 метров. А вот о следующем создании не просто догадаться, вернее понять, что оно вообще живое. Перед вами пинг-понговое дерево. Считается, что это хищник-охотник, который пронзает свою добычу с помощью острых шипов. Обнаружили это существо на глубине более чем 8,5 километров. Согласитесь, довольно недурно, да? А это угарь, который сильно отличается от всех остальных, привычных другим угрей. Обитает на такой глубине, что вас бы просто расплющило столбом воды. Тело нашей рыбы выглядит очень необычно. На угреобразном чёрном теле имеется большая голова с просто бездонной пастью, а точнее горлом. Просто, чтобы вы понимали, то длина пасти составляет треть от всей длины тела. Всего так. А верхняя и нижняя челюсть нашей красавишной соединены кожистым мешком, прямо как у пеликана. Наш следующий гость носит крайне милое и безобидное название – морской огурец. Но так ли он прос на самом деле? Он хоть и не имеет разделения головы и тела, но переднюю часть можно узнать по маленьким ножкам. Эти отростки нужны для сбора пищи. Из защиты у них только мерзкий вид. Хотя нет, есть ещё кое-что. Одно средство обороны – кювьеровы органы. Работает это всё так. Из кулаки вылетает клейкое вещество, моментально твердеющее в воде. Не сказать, что какая-нибудь рыба застревает в этом на многие столетия, как в Смоле, но настроение у неё точно испортится, и она уплывёт домой отмываться. Хм, а готовы увидеть медуз, которых вы раньше вряд ли встречали? Это медуза Гранроха. Её диаметр составляет от 60 до 90 сантиметров. В настоящее время было найдено и изучено лишь 23 особи этого вида. Да, быть может, они не лезут наружу, потому что им и у себя хорошо. Потому что у них на родине на глубине обитают вот такие вот гребенчатые желе, устраивающие настоящую дискотеку в непроглядной тьме. Эти создания завораживают своей красотой, но, к сожалению, остаются плохо изученными из-за их нежной природы. А вот вам необычный осьминог, который уникален тем, что имеет глаза-телескопы, которые выдвигаются далеко за пределы мантии. Обитает в водах Тихого и Индийского океанов на глубине более 6000 метров. Обнаружить это создание не так-то просто, поскольку оно чётко реагирует на любую опасность и быстренько скрывается из виду. Ещё бы, с такими-то глазищами грех не следить за всей обстановкой. Ну что, друзья, думаю, что на этом сегодня можно заканчивать. Если вам понравилось это видео про самых невероятных обитателей Марианской впадины, то пишите об этом в комментарии, ставьте лайки или дизлайки, если не понравилось. Подумайте над подпиской на канал ТОП ФАКТС и прямо сейчас посмотрите одно из предыдущих видео, которые появились на ваших экранах.